Всем привет, короче, я Димас. Оператер Антон тоже с нами сегодня решили замутить небольшие такие штуки. Вообще такие же вещи я ем в сезон, потому что у меня мама там делает обычно там с какими-то овощами. Все эти штуки, блинчики так называемые, пирожки, как называть их, я не знаю, оладушки. Естественно в интернете, в частности на ютубе или где-то на дзене, там дофига всяких рецептов идентичных, подобных. И как бы, ну естественно, с миллионными просмотрами. Хочется такого чего-нибудь тоже интересного, хотя бы, ну сотку может кто-то посмотрит, просмотров будет. Ну и то будет приятно для нас. Так что сегодня у нас будет такой небольшой эксперимент. Эксперимент того, что я видел, что мама готовит. Для этого нам понадобится какая-то емкость побольше. Я вот взял там, она не знаю, литров на 5, наверное. Теплое молоко, вода теплая. Все где-то по 300 миллилитров. 400 грамм муки, 2 яйца куриных или утиных, какие у вас там есть, я не знаю. И дрожжи, естественно, да. Соль, сахар, куда без них. Это все для теста нам понадобится. Начинка, как бы, все, как, мне кажется, все зависит от сезона. Либо, как бы, как многие говорят, что у вас осталось там в холодильнике, там все кидайте и все будет вкусно. Но у нас есть вот картофель домашний, перец домашний, кабачок домашний, цукини, кому как больше нравится, петрушка в данной ситуации и 3 помидорки мы возьмем. Это вот у нас такая будет начинка. Какая вот начинка решать вам, хоть фруктовую можно сделать, как бы, панапол получится. Ой, этот панапол, панкейк получится, наверное, вкусный, да. Приступим к приготовлению нашего теста. Для этого нужны яички. Разбить и в емкость. Разбить и в емкость. Возьмем такую замечательную штуку. Кто жил в Советском Союзе, хозяйки, хозяева, что-то готовили, я не знаю, все запомнят ее, да, это венчик прошлого. Все добавим сахар, где-то тут, ну, почти столовая ложка. Соль не добавляем. Потом яички немножко собьем. Выливаем молоко наше теплое. Может кефир сделать, кстати, на кефире тоже интересно получится, будет кислая водичка теплая. Можете вообще взять что-то одно молоко, либо водичку. Как бы тут в сути не играет, но они более такие, наверное, получатся там интересные. Напишите, кто там знает, в комментариях. Я как бы не особо это знаком с тестом. Но говорят более нежные или пышные получается, или хлеб, или выпечка. Они с ним. Ну, самое главное, чтобы они были тепленькие немножко. Это вот самое главное. Ну, если будет холодно, ничего страшного. Тоже получится у вас, они более не такие пышные все. Чуть дрожжей добавить. Все это дело размешали. Добавили дрожжи. Ну, почти целый один, ну, 10 грамм пусть так будет. Добавили дрожжи. Тоже немножко с ними поиграли. Чтобы они пошли в реакцию. Соль не добавляем, да? Если соль добавить, реакции никакой не будет. Знаете, вот соль в конце. Обязательно. Я думаю, это все должны знать. Пошел запах дрожжевой, да? Пошла работа. И добавляем нашу муку. Ну, как бы, по желанию можете просеять. Если нет желания, можете просеивать, как вам больше нравится. Все, прям сразу все. Все количество, прям туда бахаем. Может вкуснее получится у меня, как раз, с теста. Если я просею. И все это, все, естественно, перемешиваю. Очень должно получиться у вас жидкое-жидкое тесто. Жидкое-жидкое тесто. И обязательно я добавлю масло растительное немножко прям в тесто, потому что, ну, я не понимаю тех хозяев, кто не добавляет масло немножко. Оно как бы расщепит и склеит вот эту всю массу. Ну, опять же, это, на мой взгляд, я вот сколько не добавлял. Мне кажется, с маслом поинтереснее намного будет. Но это мы все сделаем потом, попозже. А сейчас мы просто все перемешаем. Все, как бы у нас реакция уже дрожжей пошла, и уже можно соль добавить там. Опять же, чайную ложку. Мы соль добавили. Ну, по желанию, да, добавьте маслицем. Столовую ложку. Пусть будет. Пусть в реакции пойдет. В принципе, идея тоже сильно может не мешать. Комочков все равно никогда не будет, когда дрожжевое тесто у нас. Как бы ни старались, они исчезнут все. Все, сейчас накрываем, накрываем все тесто. Нашу емкость пленкой пищевой или чем вы там накрываете. И убираем в теплое место, ну, где-то полчаса, час. Все в зависимости от, куда вы брали, в какая температура. Ну, слишком батареи не убирайте тоже. Ну, вот пока у нас тесто мы замесили, у нас есть свободное время, мы займемся наполнителем. Перчик, я вижу. Перец любой, болгарский какой-то у нас есть. Перец любой, болгарский какой-то у нас есть. Нарезали нашу начинку, так сказать, если можно. Сейчас ее перемешаем, она немножко постоит. Соль, сахар, перец, ей ничего стоит добавлять. Но по желанию можете добавить и чеснок, и перец, если вам больше нравится острое. И сейчас тесто подойдет, и будем вводить нашу начинку в тесто и уже выпекать наши лодушки. Ну, прошло у нас около часа, минут 40-45. И вот такое красивое тесто у нас получилось. Такое жидкое, все играет. Вот дрожжевое прям. Немножко ее опустим. В процессе тоже будем это делать. Вот, ну и добавляем нашу начинку. Смело прям все. Все перемешиваем. Такая начинка получается отличная. Даем ей еще минут пять постоять. Сейчас соки все впитаются. И пойдем печь. Добавляем масло в растительное. И добавляем нашу смесь. Ну, что, смотрите, поджаривается. Она отстает хорошо. И аккуратно переборачивается. Играйте с плитой. Если газ, не газ. Если индукция, там, или электро, 3-4. Ну, короче, чуть выше среднего. Так, опять же, можете, когда перевернули, убавить. И я советовал вам не немножко маслица добавлять потом. Прям буквально граммульку. Вот. Либо сливочным можете смазать. Дабы дать вашей стороне поджариться. Ну, что, друзья, вот мы с оператором испекли тут наши супер оладьи. Как их назвать? Очень прикольные и горячие еще. Вот получились достаточно такие пышные. ароматные, даже очень. Будем сейчас пробовать, что получилось. Вот такая штука. Достаточно сочные, прям. Томаты, может, отдают. Супер ароматный. Так что мы и пробуем. Ну, прикольно. Прикольная штука. Жиренько. Рецепт, в принципе, простой. Добавили овощи, какие у вас есть. Не обязательно, какие мы добавляли. Там нету что-то там. Перца, добавьте лук. Нет там помидоров. Добавьте томаты. Штука прикольная. Кто любит такую вегетарианскую тему, это для вас. Кому видео понравилось, обязательно лайки. Пишите комментарии, что вам понравилось. Либо вы какие-то такие изделия печёте. Либо какие-то другие чуть-чуть ингредиенты добавляете. Обязательно пишите. Кто первый раз на канале, подписывайтесь. Кому понравилось, не понравилось. Так что всё. Всем приятного аппетита. С вами был, как всегда, Димас. И я, оператор Антон. Всё. Пока-пока. Увидимся.